Кто хочет стать Максимом Галкиным? Пятеро против Максима Галкина! Пленяющая женственность, актёрского обаяния и безусловного таланта Ольга Пудина! Неистовый провокатор юмора с кутоперчивым лицом Юрий Аскаров! Жизнерадостный коктейль остроумия и оптимизма актриса Елена Воробей! Достойный наследник актёрских традиций с багажом собственных неоспоримых достоинств Народный артист России Александр Лазарев! Интеллектуальная барышня теле- и радиоэфиров. Сама себе на уме. Стёкла Толстая! Кто хочет стать Максимом Галкиным? Встречайте! Единственный неповторимый Максим Галки! АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, уважаемые телезрители! На телеканале «Россия» шоу «Кто хочет стать Максимом Галкиным?» АПЛОДИСМЕНТЫ Предлагаем вам интеллектуальное зрелище. Напомню вам, уважаемые телезрители, что вчера мы начали на канале «Россия» беспрецедентное шоу, потому что мы повернули логику вспять, если так возможно выразиться. Потому что в этой интеллектуальной игре не я буду задавать вопросы, к чему вы уже давно привыкли, а игроки будут задавать вопросы мне. Отвечать буду я, а деньги будут получать они. Вот такое интеллектуальное шоу. Ну а сегодня мы продолжаем игру со звёздными смельчаками. И это ваши любимые. Ольга Будина, Юрий Аскаров, Елена Воробей, Александр Лазарев и Фёкла Толстая. Как я уже сказал вчера, уважаемые телезрители, я не смогу совмещать роль игрока и ведущего. Мы доверили это дело профессионалу. Встречайте, высокий и категоричный Дмитрий Гуверниев! Привет! Здравствуйте! Дима, а ты не мог бы рассказать нам о правилах этой загадочной игры? Итак, цена вопроса 25 тысяч рублей. Приличные деньги, между прочим. Если Максим не отвечает на этот вопрос, то вы продолжаете играть дальше и зарабатываете вышеперечисленные 25 тысяч рублей. Ну а если наш звёздный интеллектуал ответил правильно на этот вопрос, в свою очередь вы должны покинуть наше шоу. Ну а эти деньги с удовольствием пополнит наш призовой фонд. Есть и такой. Вчера он составлял 250 тысяч рублей, который выиграл блестательный Меладзе и отдал эти деньги на благотворительность. Браво, Валера! Уважаемые телезрители, я приглашаю вас в эту игру, потому что вслед за звёздными участниками игры вы сможете испытать свою удачу и выиграть. Для этого надо будет, чтобы я неправильно ответил на 5 ваших вопросов. Готовьте вопросы, я жду. Я объявляю о начале первого стартового раунда. Вот темы вопросов Ольги Будиной. Опера, Северный полюс, Талисман и праздники. Их должно быть 5. У меня 4 темы и есть ещё одна тема, так называемый «Золотой вопрос». Именно «Золотой вопрос» может сделать выигрыш нашего участника несгораемым в любом из пяти раундов нашего противостояния. А какая тема «Золотого вопроса» ты не сказала? Ради искусства. «Золотой вопрос» ради искусства. Какой вопрос вы, собственно говоря, будете задавать? Я хочу начать с «Золотого вопроса», потому что мне очень интересно, насколько, Максим, ты знаешь моё творчество. Итак, «Золотой вопрос» — это значит, кстати, что Максим, уважаемые друзья, внимание, не сможет воспользоваться подсказками, а их в нашей игре 5. Но об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас первый раунд и первый вопрос Ольги Будиной. Ради какой роли, уважаемый Максим, мне пришлось пожертвовать длинными волосами и побриться наголо? Четыре варианта ответа. А. Надежда Аллилуева. Б. Аглая Япончина. С. Княжна Анастасия. Д. Англичанка. Ради какой роли? Есть такой способ. Я буду называть варианты, а по твоей реакции, я, значит, как неопытный психолог, буду пытаться понять, какой правильный. Так, Надежда Аллилуева. Представляешь, Надежда Аллилуева лысый. Сталин бы женился на лысой женщине, хотя, собственно, он и не женился на Аллилуевой. Но в любом случае, первая леди государства и лысая. Ну, если ты так будешь по каждому варианту говорить, мы не разойдемся до утра. Так, Аглая Япончина. Княжна Анастасия. Я скажу, что побрилась наголо, вот так ей захотелось, обстоятельства вынудили княжна Анастасия. Я могу себе представить действительно лысую англичанку. Ну, мало ли их лысых ходят. Я не могу себе представить лысой Надежду Аллилуеву, женщину трагической судьбы. Но мне приснился сон. Ко мне подошла княжна Анастасия, совершенно лысая. Это правильный ответ. Вот так. Я даже дополню этот правильный ответ. Княжна Анастасия побрилась наголо, не потому, что ей так захотелось, а потому, что царские дочери перед отъездом в ссылку, в Екатеринбург, заболели корью, для того, чтобы их волосы не выпали окончательно, и их всех побрели наголо. Это очень грустный вопрос. Оль. Но мне еще грустнее, что приходится с тобой прощаться вот так сразу. Спасибо, Оля, за игру. Мне очень жалко так быстро расставаться с такой красивой, талантливой актрисой. Ну что ж, я желаю Ольге Будиной в Новом году тех ролей, о которых она мечтала. Спасибо большое, Оля. Благодарю. Да, с Новым годом. Прошу. Ольга Будина покинула наше шоу, и у нас появилась первая сумма в нашем призовом фонде. 25 тысяч рублей. Ну а игру продолжаем.